В декабре 2018-го ветеран Ирака по имени Пол Вилан полетел в Москву на свадьбу к другу, которого знал по службе. Вскоре после прибытия, мы считаем дней через шесть, Вилан был арестован в отеле Метрополитен по обвинению в шпионаже. Российские власти заявили, что в России Вилан получил от работника разведслужб флешку с секретными данными. Был проведен суд, и его приговорили к 16 годам за шпионаж. С самого начала Вилан утверждал, что его подставили, он говорил, что приехал в Москву в отпуск на свадьбу, что он не шпионил в России. И мы склонны верить ему, хотя, если честно, мы не знаем точно, да и не можем. Но в любом случае, шпионил ли он или был подставлен, дело Пола Вилана было бы приоритетным для любого американского правительства. У вас есть человек, который вообще-то служит Соединенным Штатом-морпехом и, возможно, как агент во враждебной нам стране. И этот человек будет гнить в российской тюрьме до самой старости. Так что неудивительно, что американские власти в Вашингтоне пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть этого человека домой. Но оказалось, что они лгали. Сегодня администрация Байдена заявила, что обеспечила освобождение заключенного в России американца, но это не Пол Вилан. Это баскетболистка по имени Бритни Грейнер, которая была арестована несколько месяцев назад за нарушение российских законов о наркотиках. В обмен на Грейнер, министерство отдало торговца оружием по имени Виктор Бут. Итак, Бут уж точно серьезный преступник, он продавал оружие террористам, убивающих американцев, и мы не преувеличиваем. Вот, посмотрите. Виктор Бут, по моему мнению, один из самых опасных людей на всей Земле. На всей Земле. Без сомнений. Майк Браун, бывший глава по операциям администрации по контролю наркотиков США, рассказал нам, что Бут впервые появился на сцене во время войны в Западной Африке в конце 80-х. Поднимая уровень конфликта с Мачете и Ружей до АК-47, покупались не тысячами, а десятками тысяч. То есть он вооружил гражданскую войну в Африке. Он превратил этих юных начинающих бойцов в эти прожженные машины убийства, действовавших в промышленных масштабах. США обвинило его по четырем статьям по терроризму, включая сговор для убийства американцев. Что делает его угрозой Соединенным Штатам? Он теневой брокер. Он вооружал не только означенные группы террористов, группы повстанцев, но он также вооружал очень могущественные наркокартели по всей планете. И это парень, которого Джо Байден только что вытащил из тюрьмы, международный торговец оружием, вооружавший террористов и наркокартели. Не забывайте, что та же самая администрация, делающая это, также призывает арестовывать и сажать американских граждан, владеющих пистолетами с обоймой больше десяти патронов. Итак, в любом случае это был довольно дорогой обмен, с точки зрения Пола Виллана, уж точно. Ранее, сегодня. Невероятно. Виллан поговорил с репортером CNN из исправительной колонии, где на юге Москвы он и содержится. Послушайте его. Я бы сказал, если бы это послание могло дойти до президента Байдена, что это довольно сомнительная ситуация, которую нужно бы скорее решить. И я надеюсь, что он и его администрация сделают все, что смогут, чтобы забрать меня домой, независимо от цены, которую им может придется заплатить. Я должен сказать, что я весьма разочарован, что столько не было сделано для обеспечения моего освобождения, особенно, что скоро четвертая годовщина моего ареста. Я был арестован за преступления, которого не было. Я рад, что Бритни сегодня поедет домой и что Тревор тогда поехал домой, но я не понимаю, почему я все еще сижу здесь. Мои вещи уже собраны. Я готов лететь домой. Мне нужен только самолет, который меня отвезет. Бедняга. Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь, сказал он. Можете представить, как он себя чувствует? Итак, бывший морпех, который там уже 4 года, брошен в России, пока знаменитая спортсменка, взятая с конопляным маслом, была поддержана своими знаменитыми друзьями, типа Гейл Кинг, и она дома уже через месяц. Все было именно так. И это похоже на аллегорию того, как работает Америка при Джо Байдене в данный момент. Но нет, говорит Джо Байден, мы не могли не выбрать Бритни Грейнер вместо Пола Виллана. Путин этого потребовал. Вот Байден. Мы не забыли про Бритни. Мы не забыли про Пола Виллана, который незаконно годами содержится в России. Нельзя было выбрать, которого американца вернуть домой. Нельзя было выбрать, которого американца вернуть домой. Правда? Но вообще-то выбор был. И мы знаем об этом. Так как в первых сношениях по обмену заключенными с Россией говорилось, что выбор был. Ранее, сегодня, Андреа Митчелл с NBC, которая освещает новости в Вашингтоне более 50 лет, которая глубоко поддерживает администрацию Джо Байдена, поделилась историей, содержащей эту строчку. Цитата. «Кремль дал Белому дому выбор. Или Грейнер, или Виллан, или никак». Статья Митчелл опиралась на, цитата, «высокопоставленный источник», так что это не догадка. Есть источник. А потом, как и ранее сообщение о Поле Пелоси в прошлом месяце, этот аккаунт был зачищен, и новая версия этой истории в NBC заверяла нас, что, цитата, «Кремль дал Белому дому выбор либо Грейнер, либо никто». Другими словами, теперь версия, происшедшего от Джо Байдена, полностью соответствует версии, происшедшего от NBC. Конечно же, и мы упустили это. Автор на Сабсток Джордан Фактиль заметил это, и мы этому рады. Такое в Вашингтоне постоянно происходит, и обычно публика даже не знает об этом. Так что в данный момент мы можем заключить следующее. Администрация Байдена выбрала Бритни Грейнер вместо Пола Виллана. Баскетболистку вместо морпеха со сроком в 16 лет. На лодке было только одно место, и морпеха не взяли. Но почему такой выбор? Ну вы должны понимать, что виллан за Трампа. И он совершил ошибку, сказав об этом в соцсетях, и теперь расплачивается за это. А Бритни Грейнер нет. У нее другая политика. Бритни Грейнер презирает Соединенные Штаты. Она об этом не раз говорила. Наша страна настолько неприятна и аморальна, что два года назад она сказала, цитата, «Я искренне считаю, что мы не должны играть гимн страны во время игрового сезона». Она так ненавидит страну, что даже гимна не хочет слышать. И такая позиция вознаграждается Джо Байденом. Ненавидишь Америку? Идеально! Мы освободили парня, продающего оружие наркокартелям, чтобы побыстрее тебя вызволить. Как-то так. И также важна идентификация, которая связана с равенством. Бритни Грейнер не белая, и она лесбиянка. Эти моменты вам могут показаться несущественными, мы надеемся, что кажутся. Ведь так и есть. Но они не неважны для пресс-секретаря Белого дома. С точки зрения пресс-секретаря Белого дома, это важнейшие характеристики для обмена заключенными. Смотрите. Выбор стал либо вернуть Бритни домой, либо вообще никого. Как этим утром заявил президент, он никогда не останавливал работу по обеспечению освобождения и возврату домой Пола. И он не остановится. По моему личному мнению, Бритни больше, чем атлет, больше, чем олимпийка. Она важная ролевая модель, воодушевляющая миллионы американцев. Особенно ЛГБТ-КЮАЙ плюс американцев и темнокожих женщин. Она не должна быть задержана Россией. Итак, вот пресс-секретарь Джо Байдена, говорящая, что Бритни Грейнер важна, так как она темнокожая лесбиянка. И, кстати, я тоже так и сказала. Насколько же порочна такая логика, о которой мы постоянно слышим? Ну? Представьте пресс-секретаря предыдущей администрации, скажем, Шона Спайсера, остановившегося посреди речи, чтобы сказать, цитата, по моему личному мнению, это восхитительно, когда белый натурал выходит из тюрьмы. Что бы вы подумали? Возможно, вы бы восприняли это нападкой на принцип законности, на идею того, что мы все равны перед ним, так как мы граждане. Но либералы это видят не так, потому что не верят в абстрактные принципы, так что они на 100% поддерживают эту идею. Вот вам Вэн Джонс на CNN. Это показывает, что этот президент сделал это. Он позаботился, чтобы этот конкретный человек попал домой. Я считаю, что для молодых американцев видеть такой образ, задержанный, запертый, и чего не произошло, и чему нельзя позволить произойти это, чтобы с образом черные женщины обращались как с мусором, и американцы мирились с этим. Действия были предприняты, и люди гордятся этим. О, дело не в том, что другим странам нельзя плохо обращаться с американцами, а плохо нельзя обращаться с образом черной женщины. Поняли? У вас больше прав в зависимости от вашего цвета кожи, сексуальной ориентации, но наша страна так никогда не жила и не должна когда-либо жить. Это аморально. Стив Шеллер провел всю свою взрослую жизнь как офицер-морпех, как вы, возможно, знаете. Он уже уволился, он присоединяется к нам. Стив, спасибо огромное, что пришли. Итак, что бы там на самом деле не было с Виланом, у меня нет на это ответа. Он ветеран-морпех, он там уже 4 года, и они вместо него выбрали пару месяцев назад осужденную за наркотики. О чем это вам говорит? Это мне говорит, что нам нужен лидер, делающий что нужно, а не что просто. Нам нужен лидер, который будет ценить наших военных и их жертвы. Мы отпустили торговца оружием, который начинал войны там, куда отправлялись наши военные и морпехи, и теперь мы отдали предпочтение знаменитой баскетболистке перед морпехом. Я говорил то же самое. Мы отпустили парня, который начинал конфликты, на которые морпехам приходилось реагировать, и бросили своего морпеха. Думаешь ли ты, в смысле ты живешь в другом мире, в отличие от нас, медийщиков, что люди, как и ты, участвующие в обороне нашей страны, думаешь, они видят это? Военные и офицеры понимают, что здесь происходит. Абсолютно, Такер. Я считаю, что фраза президента Байдена, что Путин не дал ему выбора, показывает слабость позиции, в которой находятся наши лидеры. Нам нужен сильный лидер. Нам нужен лидер, который сможет сделать то, что американский народ ожидает от него. И на данный момент я такого лидера не вижу. Да, это, это довольно унизительно, как и то, что произошло. Стю Шеллер, спасибо, что пришли сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!